Дорогие друзья, я бы тут пошла, сразу видела, конечно, много знакомых лиц. Я, дочка Галина Вячеславовна Рой, вы знаете, да? Да, здрасте, девчонки. Уже идет пятый год, как мама не стала. Я очень рада, что по-прежнему собираются, вот, такой замечательный зал собирается. И входишь, и как-то, в общем, такая атмосфера сразу привычная и родная даже. Я хотела вот что сказать. У нас случилось просто такое удивительное, в общем, событие. Вот, на пятом году, вот, от маминой кончины, мы получили удивительное такое известие. Мы узнали, где похоронен отец моей мамы, то есть мой дедушка, Вячеслав Ефимович Шевелев. Дело в том, что мама всю свою жизнь, она потеряла отца, когда ей было 6 лет, он погиб под Сталинградом. И вот сколько я себя помню, я всегда знала, что у мамы, когда она была когда-то такая, как я, какая-то очень маленькая, погиб отец. И вот это всю жизнь было с нами, всю жизнь, со мной, с сестрой. Потом уже перешло, вот сейчас, к внукам Галины Вячеславовны. Вот, и, вы знаете, мама ездила много туда, под Сталинград, и пыталась как-то найти, где, может быть, какой-то след отца, может быть, где-то найти его имя. Вот, и тем самым посетила много братских захоронений под Сталинградом. Вот, и, вы знаете, прошло 69 лет. И вдруг, неожиданно так получилось, оказывается, год назад Министерство обороны выложило свои архивы в интернете. И один мой хороший, очень, так сказать, знакомый, который прекрасно понял, что Вячеславна, Вячеслав, Шевелев, он, работая с этими архивами по долгу службы, нашел вот это имя. Мы, конечно, как-то к этому очень так отнеслись с большим волнением. Вот, какой-то тоже был своего рода призыв такой, знак. И особенно, когда мы получили на руки вот эти документы. Документы мы получили, это, конечно, были ксерокопии, но, тем не менее, удивительные. Мы раскрыли, это, оказывается, называлось списки безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава за такой-то период, 17 по 30 ноября. И мы нашли все, что мы никогда, о чем мы никогда не знали. Точно дату кончины, 28 ноября, вот как раз спустя 10 дней после начала нашего наступления такого, ну, началась эта битва под Сталинградом, 19 ноября. Вот, и потом скрупулезно, абсолютно, где родился, откуда мобилизовался, какие были ранения, от чего умер. Все переписано таким удивительным каллиграфическим почерком, абсолютно нестираемым, видимо, в вечности, понимаете. И рядом очень много имен, и о каждом очень подробно. Мы, когда это все увидели, там обозначено, кому отправлена похоронка, ошибки быть не может. Имя вдовы, точный адрес, понимаете. Вот, и мы, когда это все вот как-то увидели, то мы, конечно, поняли, что вот эти слова, которые было уж, как бы, становились какими-то вроде бы даже и хрестоматийными, никто не забыт, ничто не забыто, они, конечно, обрели такой смысл очень, очень-очень живой, очень живой. И адрес, адрес, Волгоградская область, Дубовский район, поселок Садки. Но теперь ничего невозможного, так сказать, нет, и мы все-таки как-то прозволились в эти Садки. И оказалось, что там школа, такая восьмилетняя, что там ухаживают они издавна за этим захоронением, с самой практически, с самого окончания войны. И мы туда отправились. Довольно это было тряско и трудно, но тем не менее мы туда приехали. Там сразу глупут мобильники, там ничто недостижимо, вот, и человек, в общем-то, почти недостижим. Но там удивительная воля, степь, бескрайние совершенно просторы. И все время этот вопрос, как можно защитить такое пространство. В общем-то, такое пространство защитить физически невозможно. Как это было? Вот, это было. Просто преклонение. Оно, в общем-то, всегда было, но с такой силой только теперь. И, видимо, разрастается это. А почему это разрастается? Потому что это вопрос духа. Вот, память очень важна в России. Может быть, памятью когда-то тоже и победили. Потому что память, она здесь, память сердечная, еще пока сохраняется. Это большая тайна России, поминовение усопших. Это как такой ничем не разрушающийся раствор, которым строится здешняя, так сказать, вот, воздвигается Россия. Вот, потому что каждое поколение с любовью поминало своих погибших, усопших. А потом оно становилось само, погибшими и усопшими. И о них следующее поколение вспоминало. И так вот все связывается, связывается, связывается. Вот, такое вот событие, может быть, как-то подробнее, может быть, что-то потом можно будет рассказать. Вот, а сейчас я просто хотела сыграть такую прелюдию Рахмайнова. Рахмайнов был еще совсем мальчик, когда он ее написал, и она обретела сразу весь мир. Эта прелюдия у него обозначена сочинение номер три. Очень известная прелюдия, колокольный звон, прелюдия до 10-минор. И вот, это тоже звон, он тоже звон поминовения. Но вот удивительно, что Рахмайнов написал это еще, были, просто самое начало 90-х годов, 19-го века. И все обратили внимание сразу на эту музыку. Музыка, она вот об этом. Она, в ней такая щемящая российская интонация. И вообще, она такая трагическая. И вместе с тем, чувствуется какая-то непокоримая сила вот в этой музыке. Вот она тоже, в ней какое-то и предчувствие того, что было потом в 20-м веке. Вот, и вместе с тем, это невероятная мощь России, вот этой памяти российской, поминовением усопших.